Всем доброго времени суток из Норвегии, с вами Татьяна, и сегодняшнее видео посвящается пустым баночкам. Ах, какой волнительный момент! Как мне нравится снимать такого плана видео, показывать вам пустышки, потому что очень много критики, то, что много косметики у меня, как только не называют, да и не только меня, многих других блогеров, но не понимают того, что косметика приносит большое удовольствие. Я отдыхаю, показывая вам косметику, рассказывая о ней, и отдыхаю сама, перебирая свои косметические запасы. Это для меня своего рода релакс. Плюс еще делая макияж, просматривая других блогеров, а я много кого смотрю и когда-нибудь сниму видео о своих любимых блогерах. Ну, а сегодняшнее видео я снимаю примерно за период два месяца, потому что я подобного рода видео о пустышке снимаю где-то раз в два месяца. Они у меня к этому времени набираются, и таким образом есть что, так сказать, показать. Хочу начать со своего мужа. Привет вам от моего мужа. Он уже сам сохраняет пустышки и говорит, будешь показывать и рассказывать. Сказал, очень понравилось вот это средство. Гель для душа от бренда Adidas. На самом деле это не бренд Adidas, а это бренд Koti. Где-то я тут видела, вот написано. Это Koti. Мне очень нравится этот бренд, который выпускает не только гели для душа, но и дезодоранты, парфюмерию и много еще чего. Это испанский бренд. И вот этот вот гель для душа нравился не только моему мужу, но и мне, потому что очень долгое время... Вот знаете, даже не надо пользоваться каким-то дезодорантом, потому что долгое время на коже остается такая парфюмерная дымка. Очень классный. Те, кто проживают в скандинавских странах, не один раз уже говорила, обратите внимание на вот эту марку First Prize. First Prize – это очень дешевый бренд, если можно вообще назвать брендом. Дешевая марка, которая продается во всех продуктовых магазинах здесь, в Норвегии. Как-то она называется? Norgis Group. Norgis Group – это не все норвежские продуктовые магазины, но это магазины Manny, Sparshop и Kiwi. И вот там продаются продукты. Продукты, которые мы кушаем от этого бренда, они, конечно, не очень качественные, хотя намного качественнее, чем те, которые продаются, скажем так, в Восточной Европе. Ну и они много выпускают продукции дешевые для ухода, так сказать, за собой. И мне очень нравится у них средство для волос, кроме шампуни. Хотя я давно не пробовала шампуни у них, но то, что пробовала, было, конечно, не очень хорошего качества. Но вот этот лак для волос просто замечательный. Я даже никакие не хочу себе покупать такие лаки раскрученные. Я уже тоже много говорила об этом, что этот лак, он не склеивает абсолютно волосы, но одновременно с этим он сохраняет прическу, дает волосам какой-то объем. Но для меня все-таки самое главное, чтобы волосы легко расчесывались на следующий день и после использования лака. И вообще не выглядели сальными и грязными от лака. Вот этот лак обеспечивает всем этим. Поэтому могу только порекомендовать всем тем, кто имеет доступ к этому бренду. Для волос также, ну тут у меня будет довольно-таки много средств для волос, которые закончились. Закончился вот такой вот шампунь от Sunsilk с экстрактом для нормальных волос, с экстрактом лимона. И, по-моему, все тут еще, ну тут цитрусовые какие-то входят в состав, если так прочитать по названию. Очень хороший шампунь для волос. Единственное, мне не очень здесь нравится, вообще не люблю цитрусовую отдушку. Иногда ее так, ну, можно сказать, извращают в парфюмерии, в парфюмерных средствах, вот в этом, в частности, в шампуне, что... Ну, это не мой запах, поэтому допользовалась с удовольствием, но закрывая, так сказать, при этом нос, если можно так выразиться. Потому что шампунь очень хороший, хорошо промывающий, хорошо пенящийся, но вот отдушка как бы такая вот не очень. И хочу в сравнении показать тоже вот с цитрусовыми. Здесь это бальзамополаскиватель для волос от бренда Гарнье линейка Фруктис. Здесь тоже цитрусовый, но вот здесь именно те какие-то нотки цитрусовых, которые как раз-таки мне подходят. Очень понравилось это средство, ополаскиватель. И еще могу добавить, что бюджетные средства, они никаких, ну, что Сансилк, что Фруктис, они никаких каких-то чудес с волосами не делают. Но я довольна, потому что я впоследствии использую какие-то уже ухаживающие, укладочные средства. Ну, а мне, по мне, они, конечно, будут помогать волосам. Да, волосы у меня крашены, поэтому убитые уже, так сказать, поэтому им уже мало что поможет. Но мне очень понравился вот этот вот маска, кондиционер, как хотите, так это называйте. Средство для волос от бренда Кристоф Робин. Я использовала, ну, здесь написано маска, хотя можно использовать и как, конечно, бальзам для волос. Я использовала его после мытья. Здесь заявлено, что это средство придает увлажнение, так как в своем составе содержит алоэ вера, экстракт. Очень классный, классный бальзам, маска, ополаскиватель, как хотите, так и называйте. От него действительно волосы выглядят очень здоровыми, очень красивыми. И я хочу заказать себе полноразмерку, потому что это была пробная такая упаковка, которая была вложена мне в коробочку красоты. Не помню, Look Fantastic или Glossy Box, ну, вот что-то такое. Здесь всего 40 миллилитров, но мне хватило, по-моему, на три раза. Это вот как раз для волос, которые, ну, выглядят не очень хорошо. И как раз вот мне подходит. И вот именно вот этот вот реставрирующий бальзам, он для волос, маска, он, естественно, и улучшает их состояние. Далее еще один бальзам от маска Бальзам, тут два в одном, от бренда Ивраше. Это была тоже миниатюрка на 35 миллилитров, тоже раза на два, на три использовала, хватило мне. Тоже очень хорошее, но немножечко, конечно, уступает бренду Кристоф Робин. Но тоже хорошая маска, которая, вот если Кристоф Робин действительно работает на увлажнение, то и в Роше здесь больше такое питающее свойство. И я, как бы, знаете, как это ощущаю на себе? Ну, увлажнение, тогда волосы, я их потом выравниваю утюжком, они более такие, знаете, податливые, в хорошем таком состоянии. А вот эта маска, она немножечко утяжеляет волосы, и они, ну, как-то похуже уже начинают укладываться после вот этой маски. Но я понимаю, что она больше, как бы, питала волосы, чем вот бренд от Кристоф Робин. Поэтому, как бы, выбирайте, что вам, увлажнение или питание. Мне, как бы, и то, и то подходит. Я, как бы, рада тому, что использовала вот эти вот средства от Кристоф Робин. Конечно, я даже хочу взять, ну, свои фавориты за год, которые буду вам показывать уже в конце года. Потому что это действительно вот потрясающее работающее средство, работающее. Ивраше тоже работает, но нет, все равно там есть какие-то минусы. Волосы не так выглядят, но, в общем, понятно. Еще одно средство от Ивраше. Это миниатюрка уксуса для волос. Здесь в составе имеется земляника и тоже, по-моему, алоэ вера. А может быть, просто земляника. Значит, что здесь? Ну, это вот такая консистенция. Приятно, для меня приятно пахнущее. Мне нравится вот этот вот запах. Запах, даже я бы не сказала, что земляники какой-то. Мне все-таки какие-то лесные травы здесь ощущаются. Есть какая-то уксусовая такая нотка. Кислинка какая-то есть в этом уксусе. Я не считаю, что здесь какие-то натуральные средства. Я не думаю, что какой-то блеск придает это средство. Потому что, может быть, и придает. Но на моих светлых волосах я не очень хорошо все это вижу. Вот. Но что мне нравится? Мне нравится вот, как ни странно, вот этот запах, который остается на волосах после использования вот этого вот уксуса. Может быть, если вот это вот средство работает с другими средствами от Евроше из этой линейки. Может быть, ну, какая вот такая вот комбинация будет как-то получше. Сказываться, так сказать, на волосах. Не знаю. Но я как бы особо таких моментов на своих волосах, ухаживающих от этого средства, не замечаю. Особенно, что касается блеска для волос. И поэтому полноразмерку я покупать не собираюсь в ближайшем будущем этого уксуса. Хотя, конечно, у меня была полноразмерка. Я так время от времени, или вот они как-то вкладывают в виде подарка Евроше, или как-то я еще получаю. Но это только миниатюрки. Очень-очень понравился вот этот вот шампунь от Rituals. Это тоже была миниатюрка у меня. И здесь в составе было органовое масло и шикакай. Шикакай – это тоже, по-моему, что-то такое питательное. Ну что, вот тоже хорошо, прекрасно работает шампунь. Вот, кстати, с Кристоф Робин маской работали просто на ура. И мои волосы превращались действительно, я как будто бы перенесла какой-то салонный уход. Посетила парикмахера, посетила какие-то такие оздоровительные процедуры для волос. И поэтому я вот и вам всем рекомендую вот это средство для волос от Rituals и маску от Кристоф Робин. И тоже это у меня будет средство, которое я вам покажу в конце года. Сама себе как бы напомню, что надо что-то купить и в полноразмерке. И как бы уже, ну, это будет моим фаворитом на долгие-долгие годы, если, конечно, они не изменят там свою линейку. Потому что у Rituals тоже средства, они как бы обновляются довольно-таки часто. Но вот этот шампунь мне очень понравился. И последнее, что я вижу из волос, для волос, вернее, это сухой шампунь от Vella Dry Me. Хороший шампунь, но шампунь сухой от Batiste нравится мне больше. Здесь тоже неплохой такой шампунь. Он как бы, знаете, убирает неприятности в виде сала на волосах, которые остаются после тех же укладочных средств. После, например, ну, когда летом была жара, пыль, вот это вот все оседало, копоть вся такая, если можно так сказать, оседало на волосах. То вот этот вот шампунь, он как бы помогает на краткий период времени избавиться от вот этих вот неприятностей на волосах. Переходим с вами к телу, к рукам, к ногам. И здесь у меня закончились два вот таких мыла, которые, ну, тоже кто живет в скандинавских странах, знают магазин Rusta. И вот там продаются всего лишь за 10 крон вот такие вот мыла с разными отдушками. Мне кажется, наполнение там одинаковое у них, я имею в виду, химическая формула. А вот отдушки разные. Бывают что-то очень хорошее, бывает не очень, ну, как у мыл бывает обычно. В общем, не буду останавливаться долго на этих двух пустых баночках. Хорошие, такие работающие, можно сказать, если можно так выразиться, о руках продукты для мытья рук. Вот действительно, знаете, есть такие мыла, жидкие мыла, которые плохо пенятся, плохо взмыливаются. И, соответственно, мне кажется, плохо промывают руки. А есть мыла, вот, кстати, вот эти вот два относящиеся к ним. Они хоть и бюджетные, хоть и дешевые, но такое пенообразование дают. Так вычищают руки, что просто как бы душа радуется. Так, следующее. И, ну, гель для душа, хотела, конечно, гель для душа показать вам, но он у меня еще не закончился. Думала, вот-вот закончится, но не получилось. Ну, закончился боди-эксфолиант или скраб для тела от бренда Ameliorate. Это тоже коробочное средство было. Хороший такой боди-скраб. Ну, хороший-хороший. Ничего такого не могу о нем интересного сказать. У него приятная такая консистенция. Не травмирует кожу при скрабировании. Отдушки практически нет. Что характерно для вообще европейских продуктов, в основном для тела. Здесь вообще ставится, знаете, такой, такая восклицательный, можно сказать, знак перед вообще парфюмированными такими средствами. И все больше, больше, больше на косметических рынках, в уходовой косметике выходит именно вот таких вот средств, которые абсолютно не имеют никакой отдушки. И, соответственно, мне этим не нравится. Ну, для скраба, для тела, в принципе, все нормально. Потому что, ну, есть мыла, есть еще какие-то средства пахучие. Поэтому как-то так. Для рук закончился. Крем для рук, вернее, закончился от Эвраше с экстрактом кокоса. Как-то поворачиваю, вам все не могу показать. Так, ну, вот эти вот, вот эта линеечка от Эвраше кремов для рук, она все-таки подходит больше для летнего времени. Потому что это прекрасные увлажнялочки, но не питалочки. То есть они питать ваши руки в зимнее время, в осеннее, зимнее, весеннее не будут. Когда ветер, когда, ну, такое обжигающее действие холода на руки, то вот такие вот крема, я много раз убеждалась в этом, не помогут. Вот в этом больше помогут кремам из лимитированных серий от Эвраше. Поэтому если вы любитель все-таки косметики Эвраше, здесь я, конечно, и не можете обходиться без нее в зимнее время, то здесь я могу порекомендовать вам выходящий в лимитках крема от Эвраше. Те, конечно, будут хорошо работать на ручках. А вот этот вот, ну, это хорошая тоже увлажнялочка для лета. Запах кокоса был очень хороший. Хорошее средство. Хорошее летнее средство. Больше такого ничего не могу сказать. Следующее для тела закончилось. Прошу прощения за посторонний шум. Вот такой вот дезодорант от скандинавского бренда Skin Treat. Так, ну, тоже останавливаться особо не буду на этом средстве. Это, по-моему, шведский бренд. Но, Стокгольм, да. Чем понравилось это средство? Тем, что оно действительно блокирует выработку пота. Ну, может быть, не выработку пота, а чрезмерное его выделение. И если вы пользуетесь летом, вот этим вот средством, а я пользовалась все лето, то можно быть спокойным, что неприятности каких-то в виде запаха неприятного у вас не будет. Также закончился бальзам для ног от бренда Hermamedicus. Видите, я вам очень много показываю иностранцев здесь, которыми пользуюсь. Я все-таки не в России живу, хотя раньше привозила много средств. Сейчас не наездишься, так сказать. Вот поэтому пользуюсь тем, что есть. И, ну, вот этот вот бальзам, он слабоват, конечно. Слабоват, он не питательный, ничего он такого с ногами не делал. Но, я думаю, тоже было увлажнение. Я пользовалась семилитом и, естественно, больше не куплю его, потому что все-таки на стопу моих ног, да и многих других людей все-таки нужно питать ножки, потому что они нуждаются все-таки в более такой тяжелой артиллерии. И соль закончилась для ванны от бренда Бейлис и Хардинг с экстрактом жожоба, ванилы и масла миндаля. Вы знаете, я это средство использовала не по назначению. Я вообще не люблю ванну. Мне становится плохо, если я залазю в горячую ванну, сижу там какое-то время. Мне становится нехорошо, поэтому я уже даже забыла, когда я вот так вот сидела в ванне и принимала ее. Нет, нет, еще раз нет, мне нужен обязательно душ. Поэтому, где использовала я вот это средство, использовала я для ножных ванночек, когда делаю педикюр. Мне обязательно нужна соль, потому что я считаю, что соль работает, она хорошо смягчает, распаривает кожу. И, соответственно, если вы, конечно, ванну любите, то солевые ванны, я считаю, они очень хорошо действуют на кожу. Что бы там ни говорили, но минералы, которые содержатся, ну, если это, конечно, хорошая соль, минералы, они проникают в кожу. Особенно, если есть какие-то кожные заболевания, то тут даже показано использование соли. Или же, если с кожей все нормально, то соли, они способствуют ее хорошему, так сказать, внешнему виду. Ну, и вот это вот средство, оно мне очень хорошо помогало при изготовлении педикюра. Вот сейчас сказала изготовление педикюра, а можно и так говорить. Когда делала педикюр, знаете, когда живешь долгое время за границей, уже как-то начинаешь подбирать слова и добыть, анализировать, правильно ты сказал или нет. Так, теперь средства для лица. Здесь у меня закончилось несколько тоже хорошо работающих средств от бренда Клиник. Это первое средство, это вот такое вот мыло для волос, линейка All About Clean. Ну, что это? Это, по сути, все-таки молочко. Это был подарок мне к заказу от Клиник. Это хорошее очень молочко для лица, которое хорошо вычищает и, в принципе, ничего особого такого не делает. Ну, вот стирает, так сказать, косметику и стирает обязательно после мицеллярки. А вот это средство, я сначала его не поняла, потому что даже показывала вам то ли в разочаровашках, то ли в фаворитах, я не знаю. Оно мне то понравилось, то не нравится, а потом я его все-таки распробовала. Боже-то мой, какое оно классное. Итак, это Take the Day Off Cleansing Balm. В общем, это очищающий бальзам для лица. Он в виде был такого крема, такая кремообразная консистенция. Мне кажется, даже с добавлением геля какого-то. И, вы знаете, это просто чудеса какие-то были. Во-первых, эта миниатюрка, вот сколько здесь миллилитров, 15 миллилитров, но мне этой миниатюрки хватило на три месяца. Не приукрашиваю ничего, не вру. Действительно, очень экономное средство. Во-вторых, вы его растворяете немножечко в воде, наносите на глаза, на брови. Ну, то есть, где у вас макияж находится, и там все растворяется вот этой вот эмульсией. Абсолютно все. И самое главное, для меня ничего не щипется. Вернее, вот это средство не щипет глаза, потому что очень много и мицеллярок есть, и каких-то лосьонов для удаления макияжа, которые просто безбожно щипят глаз. Вот это средство нет. Оно попадает, конечно, в глаза, но ничего не делает из того, что я вам перечислила. В общем, классное средство. Я его тоже хочу показывать вам в фаворитах за год, потому что это действительно такая рабочая лошадка, которая работает. Не могу сказать ничего такого особенного о вот этом средстве от Клиник. Это уже два в одном. Это Клинсен мицеллярный. В общем, это очищающий мицеллярный гель. Я бы не сказала, что он хорошо как-то вычищает глаза. Он тоже не щипет абсолютно ничего, но им нужно постараться, чтобы удалить макияж. Вот в отличие от вот того 15-миллилитрового малыша, которого я вам сейчас показывала. Так, и еще последнее средство от Клиник. Это, сейчас я название покажу вам. Это такая пена для очищения мусс. Тоже классная. Тоже я просто вообще в восторге от нее. Я в восторге от того, что как работало экономно это средство. Здесь тоже миниатюрка, но мне этой миниатюрки тоже, по-моему, 15 миллилитров хватило на 3 месяца. Это просто класс. Я иногда, знаете, забуду, что оно так мылится, но не мылится, а вспенивается. И нанесу чуть-чуть побольше этого средства. Такая пена образуется на лице, что просто вау. Вычищает все очень классно. Да так классно, что кожа вообще, знаете, хрустит аж от чистоты, если можно так выразиться. В общем, вот я их, два вот этих вот средства использовала от Клиник. Вот этот вот очищающий бальзам, а потом пенкой проходилось. Но это просто, ну, великолепие. Это действительно хорошо работающие средства. Давайте, вот хочется их как-то вперед показать вам, потому что это действительно герои такие у меня. Но ничего, я их еще буду показывать вам. Но хочу, чтобы вы для себя сделали уже какие-то заметки о том, какие рабочие средства можно приобрести. Так, что еще для лица закончилось? Для лица закончился вот такой вот крем увлажняющий от бренда Эспо. Он мне не нравился своим запахом. Абсолютно ужасный запах. Но хорошая работа. Хорошо работал. Я его сначала для лица использовала, а потом стала использовать на зону декольте. Потому что здесь очень такой большой объем, 55 миллилитров. И хотелось как бы, ну, побыстрее его закончить. Потому что вот этот вот запах удурняющий мне не понравился. Так, закончился также крем от бренда Ланком из серии Гидродзен. Это увлажняющий крем антистресс 15 миллилитров. Здесь очень классный запах у этого средства. Очень такое бережное воздействие на кожу. Кожа бархатистая. Ну, для меня это средство можно было использовать и днем, и ночью. В качестве дневного, ночного ухода. В общем, оно такое универсальное. И очень такой хороший, хороший тоже крем для лица. И последнее, что для лица закончилось, это вот такие вот закончились у меня, как они правильно называются-то, девочки. Я специально тут одну оставила. Подушечка или капсула. Наверное, капсулкой можно назвать. С ретинолом от бренда, плохо видно, от бренда Элизабет Орден. Очень классные капсулки. Вот не помню, сколько их тут, или шесть, или семь штучек было. Ну, для того, чтобы вот на неделю, да, курс ретинола пройти. Я прошла этот курс ретинола. Мне очень понравилось, как работал этот крем на коже. Великолепно, шикарно, какие можно подобрать эпитеты. Конечно, если кожа убитая, я всегда говорю, что все вот эти манипуляции будут бесполезны. Но если вы начали за ней ухаживать с 18 лет, как это делала я, даже раньше, даже с 17 лет я уже начала пользоваться всеми косметическими средствами. Ну, я не считаю, что у меня какая-то кожа убитая. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить. Вот, но я продолжаю с большой-большой любовью пользоваться и экспериментировать с различными косметическими средствами. И вот в этот раз у меня были вот такие капсулки с ретинолом. И, кстати, у меня три еще остались. Вот такие вот два сосудика остались вот такими вот капсулками. И там что-то другое. Состав их я получала за заказ от бренда Элизабет Орден в подарок вместе с косметичкой. Ну, а так я вам еще раз хочу сказать, что действительно очень классные средства. Так, и для лица закончились две, даже три маски. Одна тут у меня миниатюрочка. Так, вот такая вот маска наконец-то закончилась от бренда Биолита. Это маска для век, мезомаска. Хорошая. Или не Биолита, девочки, как она правильно называется? Нет, правильно я сказала. Белитовитекс Белоруссия. Да, все правильно я сказала. Это, наверное, у них линейки. Линейки тоже бывают. Это МС Косметикс. Ну, хорошая, как бы, такая мезомаска, но вот каких-то особых чудес я от нее не увидела. А так, в принципе, ну да, нормально. Больше, знаете, такое психологическое какое-то воздействие на меня такие средства оказывают. Мне кажется, что они работают, а там не знаю. Так, и закончилась маска. Вот такой вот бренд. Не знаю, что это за косметика Великобритания. Нет, сделана в Корее, посмотрите. Хотя я вот тут вот сразу ее на этот киндом увидела. А оказывается, вот сделана в Корее. Хорошая маска, увлажняющая. В общем, мне понравилось. И я тоже особо не останавливаюсь на вот таких средствах, потому что это коробочное средство, и не знаю. Ну, вот это коробочное средство продается, ну, опять же, в России или, например, здесь в Норвегии. Ну, я вот в магазинах не вижу, может быть, где-то на сайтах смотреть вот этот вот бренд Витамаусес. Как-то так называется. И еще была миниатюрка. Мне очень понравилась эта масочка. Вот он тоже бренд. И это маска для лица. Можно и днем, можно и ночью с витамином Е. Очень хорошая. Мне даже кажется, какая-то такая бархатистая кожа от этой маски была. Хотя всего на два применения. Следующее. Ну, давайте декоративку. Покажу вам. Из декоративки закончились. Тут несколько у меня средств. Ну, во-первых, закончилась тушь от бренда L'Oreal Volume Million Lashes. Очень классная тушь. Хорошая. Хорошая силиконовая щеточка. Вообще, люблю туши от L'Oreal. Люблю всякие туши. У меня ресницы довольно-таки хорошие. И поэтому мне, в принципе, подходят абсолютно все туши. Но вот эта тушь, она особенная. Она делает такие, ну, не такие ресницы, как, например, у Мальвина или еще какие-то там нарощенные ресницы. Нет, но эффект очень хороший. Закончился также скульптор для бровей от бренда Divash. Брау скульптор. Мне чем нравятся вот такие вот скульпторы? Они, конечно, брови вам не прокрасят. Они делают брови пляшивыми. Если вы рассчитываете, что они вам прокрасят что-то. Но это прекрасная основа для того, чтобы наносить уже остальные средства для бровей. Например, нанесли вот этот скульптор на брови, сделали форму бровей, которая вам нужна, которую вы ждете. А затем уже начинайте вот эти проплешники там или карандашиком прорисовывать. Или, например, тенями для бровей. Я использую тени для бровей. В общем, очень хорошее средство от Divash. Так, следующее. Следующее это закончилась у меня подводка от Evelyn. Тут, конечно, все постиралось уже, но хорошая подводка. Тут она, конечно, красит еще, но уже все. Можно сказать, можно, в принципе, и продолжать пользоваться. Но она уже, видите, вот уже одно касание делаешь, а второе уже все. Уже как бы она затухает. Поэтому все закончилось. Очень классная. Всем тоже могу только порекомендовать. Так, закончился также, ну не блеск, а, как он правильно называется-то, поверх ногтей, что мы наносим. Сейчас, 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 девочки, вылетело вот это слово. По-норвежски знаю, как называется гель. Гель для ногтей. И очень-очень классный от Essence, если я не сказала. Так, или Top Coat. Top Coat, вот как он. В общем, классный такой, топовый, топовое классное покрытие, которое придает блеск. Это была рождественская серия у Essence. И очень-очень классно все работало. Кстати, я и, ну если вы хотите, чтобы ваш маникюр на ноготочках продержался как можно дольше, то обязательно нужно наносить вот это вот гелевое покрытие. И не важно там, например, вот у меня сейчас лак от бренда Lumine. И если я хочу, чтобы лак продержался подольше, например, 4 дня, иногда бывает даже и 5 дней, то в этом случае, конечно, рекомендую наносить вот такое вот топовое покрытие гель. Ну, гель я, знаете, вот как-то сказала, а тут же много сомнений, можно ли назвать это средство гелем. Также для удаления лака для ногтей, что-то забыла показать, сразу закончилась вот такая вот жидкость для снятия лака, которую я всем просто настоятельно рекомендую, пока она не исчезла из производства. Это LaFresh, это, по-моему, в Магнитах продают, Магнит Косметик. Это очень классная жидкость для снятия лака, которая удаляет абсолютно все виды лаков и с песочком, и с гелем, и просто обыкновенный лак, и с перламутром. В общем, классная жидкость, которую я раньше, когда ездила в Россию, привозила по 2-3 бутылька. Но это у меня из запасов последнее уже средство осталось. Ну вот, жду, так сказать, лучших времен, когда можно будет приехать в Россию. Так, и последний из декоративки закончился контурный карандаш для губ от бренда Kix. Это здесь наш норвежский производитель. Уже ничего тут, можно сказать, такой, видите, универсальный карандашик. Я иногда, вот знаете, временами как-то, иногда очень-очень люблю карандаши для губ, обвожу их контурные, а потом у меня как-то резко все обрубает и как бы не хочется ими пользоваться. Потом опять, вот сейчас у меня такой период, когда мне хочется ими пользоваться. Раньше, конечно, у меня они были абсолютно всегда в использовании и заканчивались в больших объемах, но не сейчас. Ну и последнее, что хочу вам показать, это отложила, так сказать, на самое последнее, что можно показать. Долго думала, показывать или нет, но все-таки решила, что покажу. Это две шапочки для душа или спа-процедур. Я не знаю, как это бренд называется, Love You. В общем, это любители фикс-прайса знают прекрасно вот этот вот бренд, потому что он продает большое количество продукции всевозможной, и, ну, в том числе и косметических гаджетов. И я хочу вам показать шапочки от этого бренда, которые были у меня в использовании аж пять лет. Вот я живу пять лет в Норвегии, и я пользовалась этими шапочками. Им, ну, в принципе, можно продолжать пользоваться и сейчас. Они, конечно, потеряли свой эстетический вид. Вот эту вот шапочку я использовала для окрашивания волос. Я никогда не использую вот эти вот шапочки для душа непосредственно, потому что если я купаюсь, то я, ну, чаще всего мою и волосы. Ну, а если просто это душ, то мне вот такие шапочки не нужны, потому что у меня душ в работе. Так сказать, я его снимаю с вот этой вот стойки, и просто так я под ним не стою. Мне не нравится так стоять, поэтому где я использую шапочки? Итак, вот эта у меня была для окрашивания волос. То есть я нанесла краску для волос, нанесла на нее корни и обязательно сверху шапочку. А вот эта шапочка у меня для того, чтобы делать какие-то маски. Ну, они все уже, видите, порастянулись. Я еще раз хочу повторить. Можно, в принципе, продолжать ими пользоваться. Видите, какое качество хорошее? Вот оно, фикс прайс. Но уже как бы эстетический вид потерян, поэтому вот как-то так. Например, масло для волос наношу, обязательно шапочку, чтобы лучше действовало. Маска какая-то для волос тоже обязательно шапочка. Так, поэтому вот так. Вот два вот этих вот гаджета у меня, ну, не закончились, но их можно уже выбросить. Потому что я, кстати, вот эти вот два пакетика, что я вам показала, это пакетики от новых шапочек, которые я вскрыла и буду вот ими пользоваться. Ну, а вот эти вот помыл и, в принципе, все. Они хорошо сушатся и можно продолжать ими пользоваться, заботясь о природе. Ну, и последние закончились, хочу показать, вот такие вот салфеточки для рук. Тоже здесь наш местный бренд. Видите, какие красивые. Прям даже как-то и не хотелось их, ну, ими пользоваться. И закончились вот такие вот тоже салфеточки от бренда NoFo Nordic Formula. Кстати, это тоже салфеточки, обе из магазина Рюста. Так, этими я пользовалась для удаления макияжа. Вздыхаю, потому что надо уже прощаться с вами. Наговорила на 40 минут, думала, видео будет покороче, но не получилось. Вот такая вот артиллерия. Поэтому переживающие, оскорбляющие нас, любители косметики, попрошу вас заткнуться, перестать писать гадости, перестать писать всевозможные комментарии. Они все будут удаляться, уничтожаться, а вы будете блокироваться. И я всегда рада подписчикам, которые делятся тоже какими-то своими косметическими, так сказать, переживаниями, которые с большой любовью смотрят мои видео. Им добро пожаловать на мой канал. И мы с вами увидимся очень-очень скоро. Будет всего много-много интересного. Всех вас люблю, целую, обнимаю. И всем пока.